Всем огромный привет! Очередная кухонная болталка. Я набрала последние запросы, которые собрались уже на данный момент. И давайте понемножку мы обо всем поговорим. Дело в том, что бывают такие мелкие запросы, которые интересны небольшому количеству людей, а подписчиков много. И отдельным роликом что-то снимать это может быть скучно. Например, у меня были ролики с запасами, они одних раздражали, других радовали. И то же самое касается, когда я какие-то мелкие, малоинтересные для некоторых людей обзоры делаю, и тогда скучно другим. Ну, в общем, вы меня поняли. Давайте покажу, что набралось на данный момент. Очень меня интересовала реанимация кремовых теней. В последнее время многие девочки этим занимаются, реанимируют. Не так давно я попала на канал Жанна Фетт, кажется так, ник у этой девушки. И она показывала, как она реанимирует свои тени. И я подумала, что давай я, Света, тоже не буду в долгий ящик откладывать. У меня всего кремовых. Один, два, три палеточки теней. Вот так их мало у меня. Но две из них у меня подсыхали. Я вместе покупала вот эти две палетки Верими. Но вот этот светлый оттенок был у меня свежайший и очень мягкий. А темный баклажановый или какой-то такой оттенок, я покажу тауровый такой, сразу был какой-то суховатый. И на данный момент он стал настолько суховатым, что его сложно было набирать. Сроки у палеток хорошие. Ну, чтобы не было у кого-то, может быть, сомнений, я покажу до 2010-2018 года. То есть изначально эти кремовые тени были не очень хорошие. Я сейчас их покажу позднее. И то же самое могу сказать у меня Color Tattoo Maybelline 65 оттенок Pink Gold. Я стала его использовать как базу под тени. Мне очень нравится этот розовый цвет. Очень усиливает любые тени и делает их перламутровыми, яркими, какими-то блестящими. Но тоже этот цвет у меня стал подсыхать. И я решила реанимировать вот эти тени Color Tattoo. Ну и вот эти Верими. Всего-то требовалось капнуть пару капель базового масла. И позаботиться, чтобы это масло растеклось по поверхности. Через сутки кремовые тени должны быть реанимированы. Единственный пунктик, чтобы масло было базовое, не косметическое. А, ну и второй пунктик, чтобы кремовые тени, пусть они там подсыхают, но срок годности, чтобы был хороший. Я решила, что вот у меня эти две палетки нуждаются в реанимации. Давайте начну издалека. Для тех, кому интересно, покажу сначала мои свеженькие тени. Видите? То есть по факту вторые тени должны были быть точно такими же. Давайте я оттенок покажу вдруг, кому интересно. Видно? Ну, видно вроде. Через сутки, что оказалось, открывала я эти тени, а они воняют. То есть они окончательно испортились. Они вот так вот стали набираться. Но аромат у них стал... Вот видите, что они стали творить? И плюс у них аромат старых-старых каких-то вот помад. Вот прям как будто, знаете, вот бабушка в 70-х годах пользовалась, помаду забыла, и вот я ее сейчас достала. Вот такой прям аромат. То есть это у меня уходит в помойку. Получается, они не реанимировались. Я делаю вывод, что их, вероятно, где-то на складе или еще где-то неправильно хранили. Либо срок годности не соответствует, потому что тени у меня не старые. Я их покупала вместе. Ну вот давайте покажу, что произошло с этими тенями. Эти действительно реанимировались. Нормальный, приятный аромат. У меня ногти, поэтому я тут уже воспользуюсь кистью. Тут приятный аромат. Посмотрите, какое стало приятное нанесение. Тут действительно реанимация произошла. Эти я пока в пустые баночки отправлю, потому что кухонные болталки не все смотрят. Но вот расскажу еще раз эту же историю в пустых баночках. Какой я делаю вывод? Все-таки кремовые тени не мое. Не люблю я с ними возиться. Эти я откидываю так вот в сторону. Наверное, я их покупать больше не буду. Все-таки я больше люблю сухие. С ними не надо танцевать. Не надо как-то к ним подстраиваться. Поэтому с кремовыми все. Дальше, что я хотела рассказать, это Эйвен. Не так давно я делала заказ по каталогу номер один в компании Эйвен. Я его уже даже получила. Он на канале. Но я решила, девчонки, сделать второй заказ. Я себе по фокусу хочу еще взять. Ну, не только себе. У меня просто девочки, подружки хотят набрать вот эти 5 оттенков за 599 рублей. Чтобы получилось. Мы набрали эти 5 оттенков. И помимо этих 5 оттенков, я думаю, еще дополнительные какие-нибудь оттенки взять на тестирование. Пробники. Прошлый раз я вам показывала такой цвет. Такой, такой, такой. Вот эти 4. И сейчас я вам покажу. Видите, я выбрала на следующий раз такой оттенок. Вот здесь. В этом ряду последний я взяла. В этом ничего. И в последнем ряду беру вот эти 2. Давайте я поближе покажу все оттенки. Если я что-то не выбрала, вы мне скажите, ну, вдруг вам интересно посмотреть оттенок. А я его не отметила. Тогда я закажу еще. Они всего 20 рублей, эти пробники стоят. Ну, в принципе, раз уж я делаю заказ еще один, я могу еще немножко заказать. Но вот эти, которые я отметила, начиная вот отсюда, я буду показывать. Те, кто не видел обзор на первые помады, то у меня прям отдельный ролик после заказа Avon идет. Вот. Мне очень понравилась эта помада. Она со встроенным праймером, лежит на губах, она очень хорошо. Я кушала жирную пищу вот с этим оттенком, специально яркой. Вы знаете, все-таки жирная пища, ну, помаду лучше яркую удалить, а потом кушать жирную пищу. Если легкий перекус или там чай-кофе, то она аккуратненько сойдет. Но вот жирная пища, конечно, остался только кантик. Вся середина была съедена. Но некрасиво, поэтому яркий не советую. А если вы не кушаете, хоть 6 часов с ней ходите, она будет идеально лежать на губах. По крайней мере, так она ведет на моих губах. Светлые оттенки я носила. Даже вот такой он, прям очень светлый. Она чуть-чуть у меня выбеливает, наверное, так вот, скажем, губы. Но в полоску у меня не скаталась. Может быть, от формы губ еще зависит. У меня крайне редко скатываются в полоску. Но вот, понравилось. И также в том ролике, на который я сейчас вам обратила внимание, где я показываю эти помады, я показывала очень много помад вот из этой линейки. Прямо очень много штук, 6-7, наверное. И в этот раз я хочу еще 2 заказать. Сейчас скажу, какой. Мандариновая вспышка и свежий грейпфрут. Хочется мне вот еще такие фруктовые взять. Они мне наверняка не пойдут. Но у меня такие оттенки идут сестре. То есть, в любом случае, эти помады найдут свою хозяйку. Вот, поэтому я рассказала. Вы мне знаете, что напишите? Вообще, вот сейчас такой ролик, наверное, с расчетом на ваши комментарии. Нужно ли делать такое же видео со сводчем? Ну нет, я со сводчем и сделаю. Надо ли показывать на губах? Вот этого я не знаю. Но со сводчем я, конечно, ролик сниму. Дальше. Гель. Мне какое-то время назад Оленька из Тюмени прислала вот такую вот линейку. Там был гель, скраб, крем для тела. Даже 2 скраба было из этой линейки. Очень красивая. Бежу, да? Вроде так она называется. Аромат ванили и нектарина. Кажется так, если я вот правильно тут вот понимаю. Да, вот нектарин и ваниль. Очень приятный у него аромат. Но знаете, что меня удивило? Помните, в Вейвен были такие круглые банки. И в них был гель, но не гель, а такой в форме желе гель. Дребезжал даже. И вот в этом геле оказалась точно такая же консистенция. У меня сейчас его осталось. Это пустая сейчас бутылка. Оставалось примерно вот так. А бутылку не видно. Не очень удобно мне уже было его доставать. И я его перелила вот просто в простую бутылку. Видите, какая интересная консистенция? Я вам ее сейчас даже покажу. Потому что меня она впечатлила. Кто любит такие текстуры, обратите внимание. Смотрите. Видно? Размыливается отлично. Пенится замечательно. Вот такая прямо, представляете, классненькая текстурка. Мне кажется, ну, здорово. И очень экономично. Его надо совсем чуть-чуть. Я уж его тут обратно затолкаю. Руки у меня чистые. Вот. Хотелось тоже этим поделиться. Обратить внимание на вот такой гель. Ну, суперский он прям. Что-то он мне так очень понравился. Так что, Оля, если смотришь, огромнейшее тебе спасибо. Гель замечательный. Оценила. И у него, вы знаете, аромат такой интересный. Я вообще не сказала бы, что я чувствую нектарин или ваниль. Какие-то вот цветы, которые, мне кажется, должны входить в какую-нибудь мужскую линейку. В чем-то даже специфический такой аромат. Но он мне бодрит и нравится с утра. Вот ощущение, что он какой-то пробуждающий прямо. Ну, интересно. Дальше. Еще один запрос, который у меня был. Это показать мои бальзамы для губ, которые я использую на данный момент. Вы сейчас ахнете на самом деле. Сколько у меня их. Я не просто так сюда. Вы думаете, помады? Нет. Я сегодня буду хвастаться бальзамами. У меня есть в ванной комнате скраб для губ. Мне его присылала Оксаночка. Ну, вообще, у меня сейчас все почти бальзамы будут подарки. Девчонки, заранее говорю огромнейшее всем спасибо. Потому что бальзамы – это моя просто любимая тема. Я без бальзамов жить не могу. Как-то слышала такую мысль. Не помню, кто из девочек сказал. Что бальзамами пользуются те, кто к ним приучил свои губы. Но на самом деле это совершенно не так. Почему? Потому что я сколько себя помню по детству. У меня всегда были просто пересушенные губы, которые до крови трескались. Мама искала всегда, раньше было сложно найти эти гигиенические помады. То меня сметаной мазали, то маслом. Меня все время чем-то пытались намазать эти бедные губы. То есть это не так, что приучены. И поэтому просто, может быть, губы этой девочки не нуждаются в таком вот уходе. А у меня вот всю жизнь я и спать должна в бальзамах. Я с утра до вечера, по сути, должна, как у меня муж смеется, опять себя в вазелине. То есть я действительно все время хожу в вазелиновыми губами. И, в общем, после скраба очень хорош вот этот к нему идет бальзам. Я его использую не так часто. Только конкретно, когда уж скраблю губы, тогда использую и этот бальзамчик. В такой же упаковке, как для меня оказалось, это самая для меня неудобная упаковка. Я больше такие покупать не буду. Во-первых, мне не очень нравятся у Фаберлик из Бьюти Кафе вот эти вот текстуры. Ну, слишком жирно оно на губах, если только уж прямо на ночь и сразу спать. Но вот текстура вот эта вот какая-то маслянистая, жирная, как будто под солнечным маслом намазанные губы. Мне не очень нравится, если честно. Хотя, даже к маслу для губ я порой отношусь хорошо. Вот тут что-то никак. Вот лежит он у меня бедный, наполовину истраченный, и все. Вот этот бальзам стоит у нас около кровати, но на самом деле этот бальзам не мой, а Максимкин. У него полгода, который в летнем периоде, прекрасная кожа рук, но начиная с момента, когда включается батарея, с октября где-то к середине, и до середины апреля, у него просто пересыхают вот эти подушечки пальцев. Если вот этим вот, просто вот так вот он каждым пальцем черпает, всеми десятью, и ложится спать. Жирно ему не нравится, практически бывает он уже уснет, и я вот ему каждый пальчик сонному промазываю. Только тогда пальчики в более-менем состоянии. А если я не прослежу, то до крови будет это все лопаться. Вот такая ерунда происходит у ребенка. Это вот прямо с маленького возраста. Почему, не знаю. Такие бальзамчики его выручают. Дальше. Еще один бальзам из серии, как вот бьюти кафе. Это астронавтик. Присылали Максимке, но он не пользуется. Он пользуется бальзамом только исключительно зимой, когда губы обветрили уже, вот безвыходные ситуации у него. Тогда он воспользуется. Но всегда он искренне радуется и говорит, мама, зачем ты берешь себе? Это мое. Я говорю, так тухнет же. Ну, в общем, он тоже лежит у нас около кровати. И я его использую на губы, когда забываю бальзам нанести за своим рабочим столом. Вот. Следующий бальзам отняла у собственной мамы. Когда-то я купила себе такое. Это похудейка от Фаберлик. 45,77. Я свой полностью истратила. Я не похудела. Аппетит у меня не убавился. Я вам уже говорила как-то, что если только его съешь, тогда насытишься. Ну, на самом деле, вот у меня ощущение сытости никакого он не давал. Ну, мама, глядя на меня, тоже купила. И я у нее месяц назад где-то его отняла. Говорю, ну, давай я хотя бы истрачу. У нее он прямо так целенький лежал. Это я уже потратила такое количество. Ну, я вечерами, после шести, честно его наношу на губы. Ну, потом иду, конечно, завтракать. Следующее, то, что я стараюсь на ночь наносить, это от Невея. Масло для губ обожаю. У меня такое масло было с карамельным ароматом. Я его истратила за год полностью. Тут я только начала. Ну, я не знаю, вам отсвечивает, не видно, что здесь есть небольшая уже луночка. Он начатый. Но это год использования. И причем, если год пользоваться, то не только на ночь его нужно, но и днем. Тогда его хватит на год. Еще один прикроватный дружок. Такая красота ванильная. Вы знаете, я много раз слышала, что не работает. Вечером наношу, утром губы увлажненные. Очень приятные ароматы. Вот тут немного. Но я его тоже наношу исключительно тогда, когда на ночь забыла Невею нанести. И тогда у кроватки уже его. У меня там два лежат. Вот он и астронавтик. Но обычно побеждает этот цветочек. А астронавтик я делаю вид, что в упор не вижу. Куда его воткнуть, чтобы вам было видно. Дальше. Один из самых любимых бальзамов, которым я готова пользоваться с утра до вечера. Мне его Лерочка присылала. Вот такая вот уже дырка туда образовалась. Почему такая дырка конусом? Потому что кистью наношу и кисть все время туда проваливается. И по сути я оттуда так вот набираю кверху на кисть. Ванильный приятнейший аромат. И прямо на губах лежит отлично. Кистью наношу. Пальчиком не залазю туда. Поэтому использую с огромнейшим удовольствием. Лера, спасибо. Прямо вот цены нету этому бальзаму. А дальше я вам покажу все, которые остались с бальзамами. Они у меня для... В общем, с цветом. Бальзамы, которые мне, когда не хочется наносить помаду, я использую их. На первом месте у меня прям вот эта любимая пробка. Кока-кола. Я знаю, что есть такая пробка Фанта, но я ее не нашла. Они есть и в стиках. Этот я использую тоже кистью, как и тот бальзам. Аромат Кока-колы. Тут видно уже прямо у меня лунка. Тут по весу-то его немного. 3-4 грамма. То есть как в помаде. Пользуюсь с огромным удовольствием. Но сейчас придется на мне пальчиком. Я только что вымыла руки. Но цвет тут, конечно, слабый-слабый. Больше аромат. Вот видите. Но на губах цвет есть небольшой. Прям вот кока-кольный такой. То есть пигмент чуть-чуть усиливает вот эта вот пробочка. Куда мне его тут положить? Хочется-то красиво же поставить. Далее. Вот этот честно. Только-только положила. Просто вспомнила, что у меня есть еще один цветной в запасиках. Вот этот Бэби Липс. Это с ароматом персика. У меня такой когда-то был. Я его истратила полностью. Вот такие они огромные на самом деле. Но буду тоже пользоваться. Давайте его я сводч тоже сделаю. Он по цвету практически такой же, как и вот этот. Первый, не знаю, вы тут видите что-нибудь. Только уходит в розовый. Этот больше в беж, в коричневый. Оттенок слабый. А этот в розовый оттенок. Такой легкий персик. Следующее, что хочу показать. Очень мне нравится от Дели Кеа. Так вроде, да? Фруктовое сияние. Аромат граната. Только недавно начатый. Но я не часто пользуюсь. Это правда. Но тут оттенок уже очень приятный. Видите? Аромат граната прямо карамельный такой вкусный. Цвет очень хороший. Ну вот начато, видите? Уже начато. Следующее. Клубничный от Ифраше. Тоже только-только недавно начато. Тут оттенок уже прям такой яркий. Но на губах он тоже придает небольшой цвет. Но он в рыжинку. Не знаю, видно вам или нет. Если гранатовый идет такой, сочно-розовый, то тут в рыжинку. Вот такой тоже большой. Это надолго. Такие надолго. Потому что они идут не так, как вот то, что я вам показывала до этого. От Невея. Вот этот бальзам я очень хотела. Мне так нравилось. Вот это название. Жемчужное сияние. Кажется так. Вот он уже только-только тоже недавно начатый. Он немножко выбеливает губы. Такой он какой-то перламутрово-бело-розовый. И на венках просто сейчас пол первого ночи. И уже такие венки у меня боевые. Устали за день. Вот такой вот он интересный. И один из любимых бальзамов это от Мэри Кэй. Оксаночка мне присылала. Он выглядит вот так интересно. Им я пользуюсь более активно. Его видно хорошо на губах. Не знаю уж хорошо ли или нет на руке. Но вот так вот он выглядит. Он действительно увлажняет и питает. И бальзамы, и вазелин. И в то же время цвет помады есть. Тоже видите. Но для вас она только начата. От начала. Но тем не менее. Можно там через какое-то время. Через 2-3 месяца. Переснять так же в болталке. И посмотреть как у меня все это убавляется. Прямо своего рода Project Pen получается. Вот. Вот такие бальзамы. Представляете. У нормального человека один открытый. Да. У меня сразу вон сколько. И все нужные. Еще поглядываю все время в ящик. Чтобы еще мне открыть. Дальше. Следующая болталка. Кстати. Вот тоже вот. Так как мы болтаем. Чтобы я не одна болтала. Напишите сколько у вас бальзамов. И есть ли они в использовании. Вот если по всем сусекам пройтись. Сколько у вас такого добра. И пользуетесь ли вы вообще ими. Как относитесь к цветным помадам, бальзамам. Следующий запрос. Как бы такой был. Просят с Максимкой ролики снимать. Вообще у меня на канале больше косметический канал. И сын есть сын. Это все-таки мальчик. Он у меня участвует больше во влогах. Попадает со мной. Когда бывает посылка. И в посылке что-то для Максимки присылается. Но я много раз уже говорила. У Максимки есть свой канал. Там как раз наши совместные ролики. Где он в кадре. Ссылка на его канал под каждым моим видео. По сути есть. Поэтому. Кому интересно. Переходите туда. Смотрите. Ну там вот. Детская жизнь Максимки. Какие-то его домашние хобби. Интересы. Все он показывает там. Кстати у него канал не такой просматриваемый. Там бывают ролики. Всего 100 просмотров например. То есть не так много кому интересно. По сути. Так. Еще один запрос. Когда я показывала свои все запасы. Много меня попросили девочек. Покажи запасы сына и запасы мужа. Мне кажется это не очень интересно. Тем более это не такие большие запасы. Что у сына, что у мужа. В общем напишите надо ли это показывать. Если надо, то я это быстро покажу. Так же вот в такой кухонной болталке. Так. И. Еще хочу обратить внимание. Что мне очень понравилась идея. Делать себе. Ну как бы такой. Бьюти план на маске для лица. Он у меня как-то срабатывает. И организует. И дисциплинирует. Я стала себе каждый месяц. Откладывать маски. Пусть я не все сделаю. Но когда кучка лежит перед тобой. И ты понимаешь. На этой неделе ты еще ни одной не сделала. А надо 2-3 в неделю. То начинаешь как-то это планировать. И делать. Давайте я вам покажу. Что я в этом месяце надобирала. Что я сделаю из этого я не знаю. Но по крайней мере. Тканевых я взяла всего 3 штучки. Это одна от Дизао. Для лица. Одна от Виленты. Вот такая. Должна стирать следы усталости. Это хорошо. И вот такой с органом. С органом маслом наверное. Еще одно. Вот такую я взяла. Присылала мне Оксаночка. Из Америки. Там порошок. Наверное что-то типа глины. И надо его разводить. И потом наносить. Но я еще раз уточню. Либо у Оксаны. Либо прочитаю тут сама. Сколько минут. Чего держать. И сделаю. От Этноботаники. Вы знаете тоже. Ликвидировала у собственной мамы. Когда эти маски были. Она схватила. Они вообще идут 50+. У меня столько еще нет. Но тем не менее. Для меня вообще. Когда питание и лифтинг. Да хоть 60+. Без разницы. Мне кажется это только плюсом. Моей бедной кожи. Которая сохнет к зиме. Летом она немножко жирнется. А зимой она у меня подсыхает. Поэтому для меня это хорошие маски. Я все три приготовила. Уж сколько я сделаю. Я не знаю. Ну а что у нее лежат. Они в куче. Я решила их спасти. Это два саше. Мне Оксана Александрова присылала. Такую красивую коробочку. Там белый шоколад. Как бы для лица. И вот я решила два саше оттуда достать. И сделать вот эти вот шоколадные маски. Так. Еще одна маска пленка из очищающих. И вот такая распаривающая маска. И вот такая распаривающая маска овсянка. Тут на два применения. Это уже из очищающих. И последняя маска, которую я взяла. Тут тоже две штуки. Саше. Минерально успокаивающая маска. Тут уже просто крем. Кремовая основа. И поэтому такие маски лучше делаются. Потому что с тканевой надо лежать. А с этими можно ходить. Поэтому я их делаю охотнее. Ну вот такая программа. У меня сейчас. Наверное я уже все показала. А, еще последняя новость. Это я на канале готовлю конкурс. Он выйдет в ближайшие дни. Просто я не все еще подкупила. Что мне хотелось бы. Чтобы участвовала в этом конкурсе. Основной приз будет. Это игрушка сделанная моими руками. Ну и конечно, так как бьюти канал. Что-то косметическое. Уходовое, декоративное. Тоже будет участвовать в конкурсе. Поэтому следите. И очень скоро конкурс будет на канале. Скорее всего, это будет еще в ноябре. Все. И последняя, кстати, еще. Русские прощаются, но не уходят. Напишите запросы. Что вам интересно. Может быть на следующую кухонную болталку. Мне не придется так собирать из комментариев. Где-то вырванные отрывки. А под этим роликом напишите. Что бы вы хотели увидеть или услышать в следующей болталке. Ну а я теперь точно прощаюсь. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok